так дальше делаем дальше делаем и здесь я чтоб не было удобнее вот что сделаю абсолютно верно сейчас я скопирую сюда еще один файл не скопирую а я его сюда здесь создам help новый файл лесом фс сохранить да все правильно и обратите внимание вот я сохранил и внизу мы читаем простой текст то есть вижу студия она прочитывает слева всегда отображается виртуальное окружение которое сейчас у вас установлено это надо запомнить я пока себе чтоб не было удобнее и не уходить отсюда я себе здесь это дело все помечу так 3 урок 4 урок 4 плагины для питона здесь я сразу вам дам ребята две ссылочки вот здесь парень хорошо написал чтоб уже мне лишний раз не дергаться ссылки вторую ссылочку взял я вот это логически подумал 10 расширений да потом можно добавить сколько хотите для питон как раз это надо будет очень хорошо посмотреть и разобраться ребят на затрате до конца недели времени чтобы разобраться и кодить вам понравится в главное немножко терпения на увидеть на очень очень круто да и это бесплатно главное и по крайней мере это спасает школу потому что по чарам всегда есть вопрос а он крутой инструмент наикрутейший но ребята хотят и бесплатно что-то и надо чтобы это дело привести в какой-то божеский вид почему давайте пробегаться по инструментам да ребят кто по тайме shift далее писал урок сейчас обратите внимание вот серёжа сачи писал да на флешку не пишется ребят я вы смотрели на эти эти видео обратите внимание time machines shift основан на air sun значит делается первая копия все остальные куя копии пишутся пишутся относительно первой это всегда знать и второе если на отдельный диск то там должна система x4 значит идете в магазин покупаете диск ставите программу г-партед и при помощи него форматируется диск в x4 тогда можно смело сохранять копии на этот диск именно так я и сделал то что я рекомендую я всегда сначала делаю сам вот у меня есть диск и пожалуйста у меня здесь вот таймершит да то есть сохранено так погнали дальше сейчас я постараюсь открыть да ребят и второй монитор я писал в контакте купите второй монитор если вы программист вам постоянно придется работать со справка но неужели не красота на одном мониторе откроет открыть справку гид на втором среду ну это же круто топ-10 расширений вот с них мы начнем и все мы их вы должны будете поставить а уже доставлять что-то свое прошу писать в группу нашли плагин толковый поняли что он удобен сразу сбрасываем в группу ребята в группу и делимся и здесь вот обращайте внимание на фамилии до python by от microsoft то есть сейчас мы с вами в первую очередь открываем вот эти вот квадратики до есть ничего ничего не уведено то у нас то что установлено да и просто вводим python by microsoft вот у меня кажется дебаг так то разработчик расширение читаем до да имеет таких ладинг автодополнение но это все есть тут их столько много я поставил отладку но мы можем всегда удалить потом давайте попробуем python for vs studio 4 звездочки установить вот пошла установка смотрите вы всегда можете отключить или удалить и тут же она перезагрузит ну попробуем ну не знаю будет ли но в любом случае так это есть второе python dos dos string от нильса вернера просто-напросто тоже копируем и ставим и ставим до до стринг но я не нашел я другое поставил но в любом случае вам надо до стрин да вот смотрите что она делает сразу посмотрите то есть удобнее комментировать томас в общем поняли поищите а там уже в принципе в любом случае до стрин вам надо поставить какой-то давайте я смотрю у меня стоит вот вот я вот этот поставил по 200 немножко наверно другое но в любом случае поставил а кода раннер ой офигенная вещь сейчас покажу как она работает в общем грубо говоря запускать все и вся сейчас покажу кода раннер юнхан то есть я ее сразу нашел и она у меня стоит вот видно видите здесь инсталла здесь просто звездочка давайте вот посмотрим как это все работает мы просто берем создадим файл вот берем начало нашего проекта создать файл и а вот тут даже можно создать смотрите как хорошо так в сеттингах нам не надо поэтому новый файл потом посмотрим файл сохранить ну пусть будет там у нас и нам надо его расширение пай расширение пай ну давайте мы будем назовем его тест пай точка пай и как там по другому и сохраним у нас получается python сразу visual visual studio определила что у нас питон да давайте просто напишем простой код а при свой значение 5 принт а и вот смотрите вот я взял рун код все запустился давайте попробуем вот так сделать b присвоить значение 3 print b выделим этот кусок кода рун код 3 теперь выделим весь код рун код 3 5 ребят ну офигенно согласитесь ра так пай винт мы с вами ставили ну будем ставить сейчас то есть дальше смотрим анаконда у меня тоже стоит эксек 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 пусть стоит я пока ее не использовал у меня отдельно анаконда стоит но тем не менее ставьте ставьте вот у меня она стоит по моему анаконда экстенд пак поэтому вводите и вы его быстро найдете да то есть поставьте следующий это это бета 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 комикс от арана бонда то есть грубо говоря смотрите разные красоты комментарии можно сделать просто читаемость комментариев папа поможет создавать бург более дружественные человеку поэтому вводим бетер комикс бета арн бонд я его сразу нашел она у меня стоит так я не вводил но давайте попробуем где то что то сделать дефан деф пусть это будет май тест так ну и тут пас пас ничего давайте попробуем нечто сделать так вторую кавычки не дополнил здесь 4 а вот как пользоваться поможет с помощью вы можете разбить предупредение запросы то да выделили лично я не считаю сколько раз со мной такое случается используемые комментарии по максимуму так как пользоваться не знаю сразу говорю кто поймет пишем в группу разбить на категории здесь ладно попробуем как здесь а так тут язык другой тут язык другой ладно ставим однозначно потому что я вижу что тут другой язык тут не так зелененькая то да да может здесь ключевое слово надо набирать потом надо посмотреть то да да так ну я пока не вижу чтобы раскрашивалась у меня что-то в общем разбираетесь кто-то на поймет знак вопроса в общем в общем пока я не вижу чтобы раскрашивались ну-ка здесь конечно это не пойдет тем не менее проверим это у нас немножко другого языка а во раскрасилась а теперь попробуем запустить код отработает питон или выдаст ошибку так рун-код так рун-код так отработал ошибку не виден все все понятно смысл здесь такой что мы в начале комментариев обычно питон мы ставим три кавычки вообще давайте попробуем их убрать это только для среды для других сред на вряд ли пойдет можно убрать даже свое а можно оставить как мы привыкли если будем где-то переносить код другую среду тогда будет все читаться грубо говоря три кавычки наши оставляем а внутри получается слэш две звездочки конец комментария звездочка слэш ну грубо говоря как здесь далее переменные давайте давайте посмотрим звездочка парам и далее май тест май тест май тест так чего я не так сделал в общем смотрите туда у меня разукрасилась так здесь еще есть знак вопросительный ага разукрасилась отлично так здесь можно написать допустим важно включить функцию так сразу не забываем русскими буквами надо начали писать что значит делаем абсолютно верно сразу добавляем наш проект вот давайте пока перейдем где-то мы вот это кодировочку копировать так это я уберу пока случайно нажал сразу включаем наш проект кодировочку где наш текст ребята ну где наш текст вот басик кошечка басик где наш текст так ребята я не знаю вот тест пай давайте вверху поставим чтобы у нас русские символы читались итак ну в принципе разобрались в принципе начала работать да смысл такой слэш две две звездочки конец звездочка слэш это мы с вами договорились можем оставлять потому что если будем код куда-то другое место переносить потом выдаст еще ошибку это расширение для visual studio а в другой программе она выдаст ошибку я думаю поэтому я думаю вот так будет правильно добавить обычное то что на питон множество комментариев тогда в принципе все так разобрались только с паром у нас зеленым но может просто так есть в нашей среде просто расцветка еще здесь есть один импорт звездочка звездочка и допустим у функция простая ну расцвело поняли да разобрались слава богу идем дальше следующее расширение джайнера их вообще много расширений но это я тоже установил потому что его все хвалят хвалят его и в этом соблаем иными словами ставим должны быть сниппеты сниппеты это быстрый код только я еще не научился как вставлять вот оно у меня установлено вообще здесь мы можем вести джанго вы потом увидите да введите джанго и посмотрите я ищу какие-то сниппеты вот джанго темплей сниппет хорошая вещь хорошая давайте поставим ну и пока хватит джанго сниппет это надо смотреть уже когда начнете вот здесь какая-то еще интеллиж магик суппорт саппорт комплект ну пока поставим и поставили ребят и читаем здесь обычно есть описание ну потом чисто удалим в любом случае в любом случае что сейчас давайте попробуем сделать попробуем вот что сделать во первых вернемся к нашему проекту но в принципе это не обязательно сейчас бы мне позакрывать расширю вот наш текст значит здесь мы пишем восьмое о сейчас скажу очень важное восьмое ставим плагины ставим плагин ребят теперь важный момент ребят смотрите когда говорю важно или как-то по-другому помечаю что это значит это значит что обязательно для ежедневного применения я вот так меня надо понимать то есть кто прослушал сказал а вода ну вода и хрен с тобой как говорится если не слышишь не слышишь а я хочу чтоб слышал даже человек который сейчас невнимательно поэтому при слове важно оставляем кофе в сторону ложим сигарету со злобным видом выталкиваем всех со комнаты ну по-доброму но делаем злобный вид закрываем дверь завешиваем шторе закрываем окна садимся и запоминаем а потом применяем и так важно все что вы делаете на линукс надо записывать каждый шаг иначе будет труба вы конечно поищите поищите и забыли все должно сохраняться в файл каждое действие и у вас тогда будут хорошие коды и мы дальше с вами будем что все что делается в проекте сразу первое в проекте джанга что мы с вами и сделаем это создание документации проекта не сделаешь документацию проекта дурак сделаешь знаешь через сколько через года три-четыре потому что я тоже был дурак и не понимал этого а я хочу чтоб ты новичок сейчас это сделал тогда ты был сановского через четыре года обскачешь раз пятьдесят а это и надо мне мне не все равно ребята чтоб вы развивались понимаете для человека наступает такой момент в жизни как наверно для меня когда ты понимаешь что тебе хочется сделать делать что-то очень полезное ты вроде делаешь тебе хочется это делать еще лучше поэтому мне не все равно мне очень важно когда ребята пишут вот я в том видео говорил что вот эдуард разобрался кто-то там устроился на работу пока с десяток человек наверное устроилась не так много да но хочется это эту цифру поднять хотя вот ребята пишут когда говорил что да это уже круто ну я не считаю что это круто вот каждый второй когда будет устраиваться на работу поэтому на новом сайте это наверное сделаем чтобы все это покруче сделать а вот эти советы ребят очень важные поэтому все что делаем на линус пишем в файл пока текстовой любой формат но самое важное чтобы они у вас были и потом скажу мы с вами будем ставить markdown mk docs в любом джанга проекте первый это проект документации где вы будете сохранять свои наработки свои мысли свои наработки кода тогда ваш проект будет растерзиваться и вы будете писать код и самое главное блять очень важно есть люди которые никогда не описывают код они никогда не будут писать код никогда никогда они всегда будут с пробелами с памяти а есть люди которые начинают описывать код покажу сейчас так так сразу прошу извинения за слово которое я сказал блять но это славянское слово даже есть в словаре поэтому не обижаться оно не к вам а к вашей невнимательности было адресовано ребята еще раз повторяю но уже без мата кулак побил у меня вы понимаете я ведь понимаете что такое разговариваю с компьютером уже на протяжении десяти лет я ведь четко представляю что за компьютером кто-то сидит да там с той стороны и я у меня в голове всегда вот это есть что кто-то слушает да это но за эти годы я сделал очень классную систему которую надо довести до ума обучение языкам но есть мелочи системы которые надо выполнять беспрекословно например вот смотрите сейчас я найду потом все это дело покажу и включу в урок для вас чтобы вы поняли вот смотрите заходим мы в школу вот сейчас вот смотрите раз и Сергей уже начал делать я ж только урок выпустил он уже у него на флешку не вмещается он начал делать потому что я сказал ребята оставляем настраиваем настроили продолжаем заниматься своими делами опробуйте ладно приостановлю так вот ребята смотрите ну вот что записать записывает вот пишут Дима пишет что тоже делает да ребят вот смотрите сейчас перейдем в группу ой а куда я делал важные моменты если вы хотите стать программистами это он вас не научит никаких курсах потому что им там насрать на то что вы будете писать нет а Буфсуновскому не насрать у меня ребят я объясняю почему мне не насрать у меня свои я веду в школу копин с уже проектом мне важно что в школе были программисты я знаю что часть ребят со мной будут работать дальше да и зарабатывать уже деньги работать с клиентами и так и так поэтому мне не все равно у меня есть свои конкретные цели но каждый в школу приходит со своими целями кто-то научиться кто-то на работу это уже его дело выбора смотрите ребят когда вы делаете документацию на проект объясняйте поясняйте как вы можете ваш язык будет становиться все лучше и лучше вот то что я требовал от Димы да раз навсегда с форумами разобраться а теперь по существу вот я задавал вопросы и четкое разъяснение в нашем форуме встает из модели об этом говорят модель форум класса при помощи класса мета указываем модель то есть все расписал видно что человек разобрался видно что человек понимает что делать видно что человек может объяснить как только вы отходите от этого правила не начинаете нарабатывать описание кода во первых это значит у вас в голове каша вы не можете сосредоточиться во вторых это не даст вам работать когда вы приучиваете себя вот как я говорю в школе расписывайте все так делает Сергей Сачи ведь нет ни одной рубрики где бы он не оставил сообщения да с проследимой нагой нагом работаем да тогда у вас когда вы начинаете говорить проговаривать код и прописывать у вас начинает действительно откладываться то есть начинает работать ваш опыт поверьте мне что ваше описание кода будет все ближе и ближе и ближе со временем к техническому описанию да второй момент часть вещей я всегда вот человек посмотрел видеоурок это не все да часть вещей я всегда говорю найдите в документации мы сейчас будем в этом курсе Жанга работать больше и больше с документацией почему пока вы идете от документации новичок не может идти к проекту потому что не понимая что там написано но когда этот Song да фисал и находит эту документацию хорошо то QUESTION сначала от проекта к документации находим, да? Но вот с этим поиском вторая часть вашего опыта начинает срабатывать. То есть у вас начинает накапливаться опыт, а как где искать. Потому что со временем, когда вы будете это практиковать каждый день, вы задумали проект, вы уже примерно прикинете внутри, какие запросы вы ведете и быстро найдете решение. Проверите в библиотеке возможности, то есть методы, будете знать так, там вроде видел, там вроде видел, но если у вас это все, как я говорил, написано, вы ведете документацию, то это будет эффективно и быстро. Это будет нарабатывать, то есть ваше развитие программиста, да, будет эффективнее в разы намного, да, по сравнению с тем, что это не делать. Поэтому, ребята, это важно. А вы помните, что я говорил, когда слово важно или как-то по-другому помечают, то есть это значит вы отмечаете для себя как действие ежедневное, если вы хотите стать программистом. Это работа, понимаете? Это работа ежедневная. Работайте в своем ритме, за кем не гонитесь, но делайте правильно. Это и есть эффективное обучение. И я много где говорю, просто надо быть в группе, надо получать такие вот заметки, надо вариться здесь, понимаете? А не где-то там себе сидеть, я там программирую, не программирую. Быть там, где другим интересно, среди, грубо говоря, своих. Так, сказал важное. Сказал, да? Вот это видео дам посмотреть. Или вот я дам вам видео, сейчас приостановлю, потом покажу. Я дам два видео. Вот это эмоциональное видео, оно, в принципе, оно покажет подход хороший. Да, там Сергей Асачи, вот как он работает по Котлин, да? И второе по Диме Нак, вот где я рассказывал про такие вот вещи. Походу посмотрите, да? Походу глянуть. Все, возвращаемся. На чем мы там остановились? Так. Мы остановились на Джаней, Джаней, Джанейра, чуть ли, ну вот, на этот, Джанго Сниппеты. Вот что я сделал. Я набрал Джанейра Гид и нашел, и увидел сразу, да, круто, смотрите, вот сколько вещей, в принципе, мы можем быстро вставлять код, да? Наверное, есть сохранение. Views, да? Generator View, Update View, Delete View. Ну, в общем, по многим подсказки, короче, есть, чтобы голову долго не ломать. И здесь есть, давайте попробуем, Ctrl Shift P, ну, это запуск нашего среды. ЧМД, Shift P, Ctrl Shift P. Так, сниппеты. Нам надо сниппеты. Это Selection. Сейчас. Вот, мы можем, во-первых, добавлять сниппеты, то есть, куда я его тут добавлять, пока я не знаю, не в эту же строку. Но это разберёмся, кто разберётся сам, да? Давайте ещё откроем это расширение. Оно у меня должно быть установлено. Что там за горячие клавиши? Так, не то открыл. Так, да, оно у меня установлено. И здесь всегда мы можем посмотреть For Django Admin. Это и для Sublime Text. И вот они, все эти сниппеты здесь есть. Туда я зашёл или нет? В S-код в Жанейро. Эммит. Вот, ребят, честное слово, больше кто знает, так напишите, потому что я пока не знаю, как пользоваться. Я в Sublime и там просто сразу сниппеты. Назад. поэтому жду от вас, но в Sublime там ставить сниппет дело довольно удобное, если сниппет. Сниппет. Я просто, расширение не добавил. Это Sublime. Пока я его закрою. Ладно, пойдём немножко другим путём. Мы пойдём другим путём. Мы откроем сейчас, создадим приложение. Давайте мы создадим приложение. То есть нам надо открыть командную строку. Так, вот у нас появилось много всего. Это мы поставим. У вас, может, этого ещё нету. Терминал. А, стоп, коды. Это не тот терминал. Batch. вот это нам надо терминал. Python Manager Py Startup. Ну, пусть будет нас называться. Так, так и нажавём Study. Study. Вот тут мы будем обучение, да. Так, вот у нас это появилось. Сразу мы добавим в Settings. Проверим, как у нас заработало. Две кавычки поставилось. Study. Так, здесь на этом этапе кода не вижу, да. Значит, можно просто попробуем вот так сделать, как в PCharm будет делаться или нет. Копировать или путь вставить. Ни хрена не произошло, значит, делаем Study. Так, теперь открываем это сам Study. Models. Так. О, вот оно. Если с файла, то всё будет работать. Ctrl, Shift, P, вставить фрагмент. Теперь давайте нам надо фрагмент модели. О, отлично. Вот тут, вот поняли, ребят? Я тоже понял, просто я всё вручную всегда писал и всегда учу. Вот, класс Models, модель. Нам надо вот этот. Всё, вот он у нас вставил. Грубо говоря, что мы здесь видим? Мы видим, только нам изменить имя модели, правильно, Models, модель, импорт правильный, даже вставил у нас CTR, потом просто заполнить полем, и вставил класс Meta. Meta, что не надо, то мы уберём. Вот про эти вещи, когда я рассказывал вот здесь, вот здесь, да, наработка часто использованных вещей. Ребят, вот в курсе, будем на это обращать внимание, но уж тут от вас будет требоваться максимально. То есть, мы всё это проходили, набрать, знать импорт, знать, что такое, мета, знать, что такое, это всё мы проходили, но вы это должны считывать моментально. Пишем до усрачки, копаемся, документация, до усрачки, разобрали, всё, погнали. Но вот эти вещи, они очень простые, и они должны отлетать. Мы это повторим, я вас направлю. Поняли, да, разобрались, как работать с сниппетами, я сам обрадовался, то есть, и тут очень много всего, да, по сути дела и в темплейцах уже дальше дело пойдёт. Всё. Здесь пока мы, нам модель это не надо, она позже понадобится, поэтому мы её просто закомментируем либо удалим, не забываем это сделать, чтобы жанга не висел. Отлично. Идём дальше. Флэск, сниппет, нам пока он не надо. Флэск, сниппет, ну, будем писать когда-то с флэском, ну, вдруг, да, ребят, давайте поставим, чтобы потом не заморачиваться. Флэск, сниппет, вот он, инсталл, пусть стоит. Так, кода линтинг. Ребят, тут то, что я говорил, она мне, вы видели, в правом углу там предлагала, то есть, грубо говоря, здесь надо просто тупо брать и ставить. Ставить в каждый, в каждую ENV. Мы с вами уже ставили, поэтому оно покажет, что всё поставлено. пип инсталл, апгрейд пип. На тебе, чтобы тебе было добро, а то это сообщение вводит. Обновим пип. Значит, рейтинг. Как только пай линт будет установлен в вашем рабочем окружении, он будет работать из коробки. Я его, кажется, уже использовал, но я для своих причин. Джинни, но это классно всё. Вот теперь у нас, по сути, должна быть включена. А чтобы включить, чтобы включить, давайте перейдём в проект. Опять откроем какой-то наш файл модель. Так. Как его с ним работать сейчас в этом, я не знаю. Я ставил просто как библиотеку и там при помощи супер там выбирал что-то мне надо было. Так. ошибки указывает так. Давайте мы проработаем вот этот код. Сейчас всё поймём. Import JSON. Дальше напишем функцию вот как здесь. Автоподсказки мы видим, всё класс, да. Тут пусть будет gc test называться наша функция. Дальше файли намы интересно будет подсказка. Нет, пока не нашёл. Файл name data data так пока я просто смотрю то, что оно пишет. Вич Вич открыть да автоподсказка есть. Ага, пошли подсказка, видите. А вот и появилась наш файл name, да. Файл name так дальше у нас идёт как открыть как дальше что у нас там data data тоже автоподсказка пошла. Нет, asf как f как отдельное пространство. Всё правильно. Я не туда посмотрел. Далее у нас теперь смотрим. Ага, отлично. Пробелы поставил как надо. F у нас было пространство. write есть подсказала jason dumps jason подсказала dumps dumps jason dumps подсказала и оформляется это как data, да. То есть аргумент data тоже подсказала. так, о чём мы с вами делали? Так, ну попробуем вот что сделать. запустить. Ну, то отработало мы видим терм-кода рано в файле. Но ран-код пока я сейчас сказать в write jason ctrl ap так, стоп. стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Делаем по-другому. Делаем по-другому. Код элитинг. А код элитинг мы установили как я говорил так, то есть тут его не будет. Поэтому делаем так. Код элитинг github. так, это немножко другое. консоль лог-тест это для джейсон. джейсон нам очень надо будет. джейсон джейсон так, ну, кто будет знать, тот напишите, пока я не могу понять для себя я пользу от этого. Я с вами настраиваю среду, чтобы вам легче было. Вот, что мы еще сделаем, вот здесь нажмем сохранение, чтобы нам не сохранять файлы, потому что потом модели, когда мы что-то делать, оно не будет делать, потому что мы не сохранили. Давайте вот, что еще сделаем. Давайте мы еще создадим с вами вот здесь в стаде, да, создать файл, создадим файл t.gc dc ну я не вижу где включить литинг. Ладно, в любом случае JavaScript будем изучать. Давайте сейчас вот так попробуем. Пока просто. Видим подсветка синтаксиса есть gc Let message правильно? Правильно. Дальше message присвоим значение ни хрена не работает наш листин, да? Ни хрена. так проверим run run код так нам надо еще знать что будет ребят на будущее установить ноды gc надо установить давайте добавим сюда добавим сюда переменную и опять запустим код так ну я пытаюсь я пытаюсь что-то понять пытаюсь что-то понять так стоп art messiah класс а не void хорошо пусть будет так сейчас мы на этом не заостряемся нам важно понять другое чего мы здесь можем увидеть вообще вот можем но факс фашин отлично все подсвечивает пусть будет так пусть будет без разницы как вид что-то выдавало так сейчас допетрим по-другому понятно теперь в принципе уже DC увидели поддержку надо не забыть установить ноду DC пометим себе вот давайте что попробуем сделать попробуем сделать какие-то синтактические ошибки и запустить код так она вообще не хочет допускаться она нам просто пишет что тупо у нас ошибка но правильно она подсказывает аинт у нас нифига нет нету ну в общем кто знает как я пока не понимаю сейчас сказать как будем работать с этим так вот подчеркнуло а ну все наконец-то ну слава богу вот она докопались до истины грубо говоря когда есть ошибка она подчеркивает мы находим и видим он defender variable при ну по крайней мере видно на что обратить внимание то есть у нас в real print нету переменной исправлений доступны проблем при обзоре tspi проблема variable а вот слава богу разобрались теперь исправляем вот он из коробки print да оно нам подсказало теперь подчеркиваем dev print value sep and file он нам показывает что мы можем вообще поставить давайте попробуем функция простая важно а смотрите тут даже читается наш код да ну ребят теперь поняли давайте уберем в паз и функция должна у нас в принципе подчеркнуться да потому что вот pylink начала работать показывает ошибку а код у нас так и не запущется просто по одной простой причине что слава богу мы разобрались ура ребята ну все теперь нам осталось с этого нам еще много ну здесь все пока понятно разбираться я с этим не буду но мы поставим вы уже сами git lines сверх мощный гид от эрика да эрика амодио открываем наш файл у меня он установлен вот он я так понимаю у нас появляется много гид я показывал я работаю bitbucket да мне просто там удобнее почему там можно создавать и тайные проекты бесплатно ну вот они вот я понимаю вот гид гид lines если нажать то в принципе только немножко разобраться просто сейчас мне это не нужно но вам видно понадобится значит почитайте как соединиться гид вот поэтому здесь я пока завершаю этот обзор но мы еще не все установили так пока все плагины мы проработали которые на этой странице да это уже хорошо разобрались вот вот вот